Регби Регби Безопасное регби это и есть соль того, что намеревается внедрить в школьную программу. В нем, конечно, остались дыни и регбийный дух, основа которого честная борьба и безмерное уважение к сопернику, как на спортивной площадке, так и за ее пределами. Однако нет захватов и, соответственно, контактной борьбы, которая присуща традиционному регби. При этом подводящие и обучающие упражнения весьма просты и по-спортивному интернациональны. Те элементы, которые сейчас мы используем, можно использовать не только в регби, можно использовать и в других игровых видах спорта, в том же баскетболе, возможно, еще в каких-то видах. Вот, скажем, пока нравится. Более 50 тысяч школьников, по данным Федерации регби России, уже попробовали себя в регбийных обучающих программах. Около 200 школ в 25 российских регионах перешли от слов к делу. В пределах Европы по темпам реализации программ наша страна уступает только Испании и Португалии. Задача минимум проекта – познакомить учеников с основами регби. Задача максимум – увлечь так, чтобы в будущем кто-то из школеров занимался регби профессионально. В рамках программы регби-школы фонд предоставляет инвентарь школе, который необходим для занятий. Также фонд помогает в проведении соревнований, предоставляя наградную атрибутику на турниры. И самое главное, фонд тоже помогает в обучении учителей. Семинары для учителей – первая ступень по внедрению регби в школьную программу. Проект никто не навязывает, но методично объясняет, что регби – это увлекательно, полезно, безопасно и демократично. Слово за учителями физкультуры. Михаил Сашанский, новости Ульяновской правды.